Открытый диалог. Диалог. С Александром Непомнящим. Ну что же, уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает, как вы уже слышали, программа «Открытый диалог» с Александром Непомнящим. Александр, добрый день, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте, Анатолий. Ну что же, вы уже прекрасно знаете и поняли о том, что у нас произошла смена власти. Ну и я думаю, что было бы неплохо обсудить, потому что многие, очень многие сегодня и в мире, и в Америке говорят о том, что вот в Америке существует такая угроза к демократии и в нашей стране, но и в принципе, да и в вашей стране тоже. Может быть, мы как-то обсудим этот вопрос и вместе с этим также обсудим все-таки участие проекта «Линкольн» в выборах вот у вас, в вашей стране, в Израиле. Прошу вас. Спасибо, Анатолий. Действительно, я бы хотел, чтобы мы поговорили сегодня о том, что происходит сейчас в Америке и откуда исходит угроза демократии, потому что на самом деле многие как бы сейчас озабочены и стревожены тем, что власть сменилась. Пришла новая администрация, и мы много говорили о том, что из себя представляют люди, которые сейчас зашли в Белый дом и те угрозы, которые они несут. Но на самом деле гораздо большая угроза для американской демократии и в том числе для демократии со всем мире исходит несколько с другой стороны. Я действительно хотел бы об этом сегодня поговорить, тем более, что наши страны и без того достаточно близко и связанные очень многими связями и контактами сейчас тоже оказались в очень похожей ситуации. Действительно, президент США Джо Байден и небольшая толпа, которая собралась на Вашингтон-Мол, на его инаугурацию в среду, провозгласили это событие таким Днем Демократии, назвали. Очень любят, наши левые тоже очень любят называть, вот когда у них победа, они говорят, праздник Демократии. Но по правде сказать, состояние демократии в Америке сегодня настолько печально, что в общем праздновать там явно нечего. Говорящие головы на телевидении, демократы и небольшая часть республиканцев, которые выступают против Трампа, утверждают, что, мол, вина во всех политических бедах Америки лежит на бывшем президенте Трампе, ну и на сенаторах и конгрессменах, которые присоединились к нему, поставив под сомнение результаты выборов в нескольких колеблющихся штатах. За отказ отвергнуть многочисленные свидетельства, получивших широкую известность в фальсификациях на выборах, их всех теперь обвиняют в подстрекательстве, к восстанию и, собственно, в подрыве основы американской демократии. То есть те люди, которые сказали, ну выборы же украдены и стали приводить факты, им теперь говорят, вы подрываете основы американской демократии. И Трампа подвергли импичменту в Палате представителей за свои заявления на митинге 6 января, и сейчас хотят перенести это все в Сенат, слушай, нет. Но более того, законодатели-демократы, и мы об этом говорили еще в прошлый раз, призывают к исключению сенаторов Круза и Хоули из Сената. За что? За попытку оспаривания голосов коллегии выборщиков из штатов, где фальсификации на выборах получили наибольшую огласку. То есть Хоули и Тед Круз, они что сказали? Они сказали, ну мы же сенаторы, у нас есть инструменты, которые позволяют нам, по конституции разобраться в ситуации, разобраться в проблеме, поднять вопросы. И вот за то, что они вообще подняли вопросы, сказали, давайте разберемся, что там было на этих выборах, про которые все говорят, что там были фальсификации, за это теперь и собираются изгнать из Сената. И все эти нынешние обвинители, которые теперь клеймят и Трампа, соответственно, и Теда Круза, и Хоули, и всех остальных республиканцев, которые поддерживали Трампа, и вообще всех избирателей республиканской партии, они как будто напрочь забыли, что лидеры демократов, от Нэнси Пелоси до Хиллари Клинтона, начиная с ноября 2016 года, утверждали, что, мол, победа Трампа на выборах была незаконной, и что долг хороших американцев заключается в сопротивлении его режиму. То есть они это все говорили, и теперь мы об этом забыли, как бы, да? И также начисто забыто и то, что законодатели-демократы возражали против утверждения бюллетеней коллегии выборщиков в 2016 году. То есть они делали, как бы, даже более жесткий шаг, чем Хоули и Круз. Когда же их возражения не повлияли на результаты выборов, в гостевой галерее Капитолия, я напоминаю, вспыхнула акция протеста, и несколько протестующих были даже арестованы, но это тогда не называлось кошмаром и концом демократии. И никто в средствах массовой информации в истеблишменте на обоих побережьях Америки не обвинял тогда Пелоси и Клинтон в подстрекательстве к восстанию, хотя сотни тысяч протестующих заполнили в те дни улицы, требуя свержения Трампа. Мы помним эти демонстрации, мы помним разбитые витрины магазинов, перевернутые машины, подожженные улицы, и там были сотни тысяч людей, и Клинтон и Пелоси, по сути дела, подзуживали, но их никто не обвинял тогда в подстрекательстве. И если же агрессивные протестующие в Капитолии 6 января были повстанцами, как сейчас говорят, то стоит заметить, что их восстание было всего лишь бледным отплеском того бунта, который бушевал на улицах американских городов весной и летом при активной политической и финансовой поддержке лидеров-демократов и их корпоративных спонсоров. Ведь тогда, я напомню, 700 полицейских были ранены, и десятки граждан погибли, и десятки тысяч предприятий были разрушены, и подверглись вандализму во время беспорядков, устроенных боевиками Антифы и Белия, и материальные ущербы и убытки были оценены в 2 миллиарда долларов, и правительственные здания оказались тогда в осаде, и подвергались вандализму, и некоторые были вовсе сожжены до тла. Это все было, но это не называлось переворотом, попыткой подстекать к разрушению американской демократии. Почему? Потому что правда заключается в том, что политики с обоих сторон на всех уровнях власти ни раз и ни два прежде ставили под сомнение результаты выборов. И какими бы резкими ни были их неприятия результатов, эти действия никогда не подрывали демократические основы Америки. Нет. Более того, Америка не раз становилась местом массовых протестов, потому что право на протест считается в Америке настолько священным, что даже защищено первой поправкой Конституции. И существуют законы, которые регулируют грань между протестами и нарушением закона. И массовые протесты всегда были неотъемлемой частью американской свободы, не угрожающей американской демократии. Понимаете? Настоящая серьезная опасность для американской демократии таится вовсе не на улицах. И уж, конечно, не среди политиков, которые оспаривают то, как были собраны и подсчитаны голоса на выбор. Хоули и Круз не представляют угрозу для американской демократии. И даже протесты массовые не представляют угрозу для американской демократии. Реальная угроза для американской демократии и вообще для демократии в стране с демократическим устоем исходит от беспрецедентного слияния демократической партии американской и американских корпораций. Политический философ Анджело Кадевилло назвал это в свое время единством сил правящей олигархии, которая приходит на смену американской республике. Он разбирал этот вопрос и говорил, что американская республика постепенно превращается в страну, которую управляют правящие олигархи, где американская демократическая партия и главы крупных монополий и корпораций сливаются в единую силу. И эта сложившаяся олигархия, мы еще называем иногда ее дипстейтом, в настоящее время проводит то, что по праву можно назвать великой чисткой. Ну или на современном русском языке зачисткой. Великая чистка – событие, которое не имеет прецедента в американской истории. Мы с вами, говоря по-русски, хорошо понимаем, у нас целый культурный пласт сразу поднимается, когда мы говорим о великой чистке или зачистке. Мы все прекрасно понимаем. Если бы мы говорили на китайском, мы бы тоже это поняли. Но в американской истории таких прецедентов не было. И дело тут не в том, что одна сторона подняла под себя рычаги власти. Речь идет о том, что одна из сторон отказывает другой в самом праве бороться за власть. Вы понимаете? Происходит делегитимация одной из сторон. И вот это главная угроза. Цель великой чистки состоит отнюдь не в том, чтобы заменить сторонников Трампа сторонниками Байдена на руководящих должностях в администрации. Подобная смена происходит, естественно, каждый раз, когда новая администрация приходит в власти. Ничего страшного. То есть, конечно, страшно. Это все очень ужасно, какие люди сейчас пришли в Белый дом. Но не в этом угроза для демократии. Это как бы неизбежный процесс. Цель великой чистки – это тотальная делегитимация республиканской партии и ее избирателей. И ликвидация их как законной политической силы с последующим превращением Соединенных Штатов в нечто больше напоминающее российский или китайский вариант однопартийной системы. Вот где угроза для демократии. Не приход Байдена и его банды в Белый дом, а тотальная делегитимация республиканской партии и ее избирателей. Не только Трампа, не только Хоули и Крузер. Всей республиканской партии. Всех 75 или 76 миллионов человек, которые его поддержали. Как законной политической силы. И вот для достижения этой цели демократы в правительстве и их партнеры в могучих технологических корпорациях и СМИ задействуют теперь всю свою власть, подавляя, замалчивая, разоряя и криминализуя десятки миллионов граждан за преступления, которые заключаются только в том, что они посмели поддерживать Трампа и республиканскую партию. Скоординированное закрытие огромными технологическими гигантами всех аккаунтов Трампа в социальных сетях почти одновременно было лишь первым ходом. Вскоре из-за этим последовал скорый импичмент Трампа в Конгрессе за его предполагаемую роль в разжигании жестокого протеста возле Капитолия. А затем изгнание из социальных сетей огромного количества людей. И это изгнание из социальных сетей и импичмент Трампа, к слову, он ведь прошел без дебатов, без надлежащей правовой процедуры и без доказательств. Просто благодаря банальному сговору законодателей-демократов и их союзников из числа республиканцев, которые пожелали дистанцироваться от Трампа. При этом есть все основания полагать, что в ближайшие месяцы и годы представители правящей вот этой касты продолжат злоупотреблять своей властью, стремясь уничтожить Трампа всеми возможными способами от банкротства до судебных преследований. Мы уже теперь не будем ничему удивляться. Они просто вынуждены продолжать преследовать его, потому что, если он будет настойчив в своих действиях, они неминуемо потерпят поражение. Вы понимаете, они сейчас с помощью подтасовок там и здесь в нескольких местах сумели победить. Да, они попытаются изменить Конституцию, ввести новые штаты, создать новые позиции для себя, дадут амнистию и легитимацию голосованию нелегалов, которые понабежали во мире. Но все равно, если Трамп будет последователем и продолжит то, что он делает, большинство американцев, настоящих американцев, все равно будут за него. И даже те полезные идиоты, которые сейчас голосовали за Байдена, очнутся и поймут, что они сделали ошибку. И поэтому им необходимо просто вот этим людям, которые захватили сейчас власть, продолжать преследовать Трампа, чтобы полностью лишить его легитимации, какой бы то ни был. В какой-то момент в ближайшем будущем мы знаем, Трамп предстанет предсудом в Сенате, покидая Белый дом в следу утром, Трамп еще не имел адвоката для своего судебного разбирательства. И причина, по которой у него не нашлось адвоката, связана отнюдь с внезапной нехваткой хороших адвокатов в Вашингтоне. Их там очень много. Вашингтон всегда гордился и даже как бы подсмеялся над количеством адвокатов, которые там крутятся. Это произошло из-за страха перед зачисткой. Адвокаты банально боятся связываться с Трампом, потому что знают, что их хрестопчик, как и его. Квалифицированные юристы боятся его представлять. Их можно понять. Вот Клетта Митчелл. Уже давно хорошо известный в юридических кругах Вашингтона. Митчелл, старший партнер в юридической фирме Foley & Lernner, входила в команду юристов Трампа в его иске по поводу фальсификации на выборах в Джорджии. Когда стало известно, что она представляет его интересы, демократы из проекта «Линкольн» запомним это название, потому что мы о нем сейчас будем говорить еще много, стали угрожать ее фирме уходом клиентов. То есть не ей самой, а ее фирме, в которой она работала. И уже на следующий день, после того, как проект «Линкольн» начал угрожать бизнесу фирмы, Митчелл объявила о своей отставке. Да, ее скорее объяснили, что ты хочешь потопить нашу фирму, мы с этим не готовы. Либо мы тебя уволим, либо уходи сама. В течение часа после ее объявления все упоминания о Митчелл были удалены с веб-сайта фирмы, известная в юридических кругах адвокат, партнер, старший партнер. Ее за несколько часов убрали в лучших традициях Советского Союза и китайской компартии. Так, один из главных адвокатов Вашинглона консервативных был зачищен. За несколько недель до этого проект «Линкольна» проделал то же самое с двумя другими юридическими фирмами, партнеры которых представляли юридические претензии Трампа к результатам выборов в Пенсильвании. Мы все удивлялись, как же так? Трамп проиграл все суды. А вот так и проиграл. Адвокаты спаслись от немедленной зачистки, лишь стремительно отменив свое представительство президента Соединенных Штатов. Вдумайтесь еще раз. Адвокаты испугались представлять президента Соединенных Штатов, потому что иначе их бы просто утопили бы их и их семьи, их фирмы, где они работали. Никто с этим не хотел связываться. С 6 января петиции юристов и студентов юридических факультетов с требованием лишить сенаторов Круза и Хоули адвокатского статуса за то, что они оспаривали голоса коллегий-выборщиков в спорных штатах. Я напомню, они это делали абсолютно по закону. Они призывали к восстанию, они нарушали полномочия сенатских своих. Они хотели выяснить, поставили вопросы, хотели выяснить, просто разобраться. За то, что они посмели просто разбираться в том, были там фальсификации или нет. Юристы и студенты юридических факультетов собирают тысячи подписей с требованием лишить их адвокатского статуса. Понимаете? Это лучшие традиции хунвейбинов, революции китайской. Лучшие традиции, я даже не знаю, в Советском Союзе, как бы в позднем Советском Союзе такого уже даже, может, и не было. Это было там в сталинские времена. Студенты Гарварда требуют, чтобы университет лишил ученых степеней советников Трампа и его политических союзников. Снова. Это люди, которые работали в администрации президента США. Вы можете быть несогласны с Трампом, вы можете считать, что он неправ. Но это были люди, которые просто делали свою работу. В свое время в Америке это было свято. Я просто делаю свою работу. Я не нарушаю никаких законов. Я политический союзник, я советник Трампа. Лишить их ученых степеней? Так поступали с теми советскими людьми, которые бежали на Запад. Помните, да? Убирали фильмы, в которых они играли. Стирали, убирали книги из библиотек, которые они публиковали, если они успевали допубликовать, чтобы до того, как они уехали. Обычные американцы, которые участвовали в протестах снаружи и внутри Капитолия, тоже подвергаются зачистке. Тут как бы демократия в том, что это речь не только о Трампе и его окружении ближайшем. Обычные американцы, которые просто поддерживали Трампа. Я напомню, это не 100 тысяч, не 200 тысяч, это 75 или даже 76 миллионов человек. Врачи, юристы, законодатели штата, полицейские и другие, чьи единственное преступление состояло в присутствии на митинге, потеряли работу после того, как были раскрыты через социальные сети. И вот этот знаменитый случай, который просто, ну опять же, мы с вами выросли в культуре, для которой все сразу становится на свои места. Мы сразу вспоминаем этого Павлика Морозова. У моей сестры, например, по-моему, октябрятский класс, он боролся за право носить имя Павлика Морозова. Я помню, как моя мама ходила и говорила с учительницей, на дворе был 80 какой-нибудь, там уже вторая половина 80-х, она говорила, ну как же так, как можно детей такому учить? И учительница мялась и не знала, как бы что сказать, потому что, ну в другое время бы сразу бы ребенка выбросили из элитной школы и были бы проблемы у семьи, но в конце 80-х уже этого нет. Так вот, Тереза Дьюк, помощница медсестры из Массачусетса, была одной из тех, кого подвергли чистке. Дьюк участвовал в акции протеста 5 января, вновь накануне штурма Капитолия на площади Свободы в Вашингтоне. И на видео заснято, как она плачет и по ее лицу течет кровь после того, как ее ударила женщина-полицейский. Тоже ситуация как бы очень странная, да? Ударила полицейский, вот она вся в крови, и вот ее засняли, и дочь Дьюк, участница проснувшейся революции, такая молодая хунвейбинка, комсомолка, донесла на свою мать через твиттер. И на следующий день Дьюк была уволена с работы в Центре медицинского обслуживания при Массачусетском университете, понимаете? за то, что участвовала в абсолютно легитимной демонстрации, которая защищена первой поправкой, за то, что ее избила полицейская на улице, ее выгнали с работы. И в интервью в местной газете эта женщина объясняет, что вряд ли уже сможет найти себе теперь новую работу. Тут все страшно. То, что за такое выгоняют с работы, и уже другую работу себе не найдет. Точно вот как с волчьим билетом в Советском Союзе. И то, что дочь ее, родная, поступает, как Павлик Морозов. Но какими бы ужасными ни были дела, происходящие в частном секторе, сообщения, которые доходят из Вашингтона, то есть от официоза, вызывают еще большую тревогу. 6 января законодатели-демократы готовят закон, который позволит применять, я сейчас буду говорить, буквально цитировать, потому что это очень серьезно, применять законы о борьбе с террором, принятые для борьбы с иностранными террористическими группировками за рубежом. Понимаете? Америка многое позволяет себе в борьбе с террором за рубежом, но никогда не позволяло этого на территории своей страны. Вы помните даже эта база в Гуантанам, она как бы считалась неамериканской, поэтому там можно было, например, пытать террористов, чтобы выяснить, где у них бомба запрятана и что они собираются делать, но не на территории Америки. А теперь эти законы, их можно будет в Америке и против кого? Против американцев, подозреваемых принадлежностей к внутренним террористическим группировкам. Вы думаете, речь идет об Элькаиде или об Антифе или об Биле? Нет, нет, нет. Речь идет о людях, которые, например, поддерживают Трампа. Снова, законы о борьбе с террором, которые были приняты за год территории США, то есть их даже нельзя было, такие вещи нельзя было делать на территории США, теперь на территории США и не против Билем, Антифе или Элькаиде, а против американцев, которые были просто сторонники. Трампа. Бывшие руководители вооруженных сил, правоохранительных органов, разведки, они прямо настаивают на таком шаге, вся эта комарилия из демократического лагеря. Так, например, генерал Стэнли МакКристал, командовавший войсками США в Афганистане, и весь прошлый год он проводил кампанию против Трампа. На прошлой неделе МакКристал заявил Яхо Ньюс. Я вижу аналогичную динамику, я цитирую его фразу, в эволюции Элькаиды, в Ираке, где целое поколение разъявленной арабской молодежи с очень плохими перспективами следовало за могущественным лидером, который пообещал повернуть время вспять и привести их в лучшее место. Так их побудили принять идеологию, оправдывающую насилие. Теперь это происходит и в Америке. То есть, понимаете, 75 миллионов американцев, которые голосовали за Трампа, он их приравнял к разъявленной арабской молодежи с очень плохими перспективами, которые, как бы, стали базой для Элькаиды. То есть, вы, голосовавшие за Трампа, теперь, как террористы из Элькаиды, и с вами будут обращаться, как с террористами из Элькаиды. А в свою очередь, бывший директор ЦРУ Джон Брэннон подробно разъяснил, кто такой враг, да, помимо самого Трампа, ну, понятно, и его законодателей, да, Хоули, там, Круза. Брэннон сообщил, что новый враг состоит из нечистилого союза религиозных экстремистов, авторитаристов, фашистов, фанатиков, расистов, нативистов и даже либертарианцев. То есть, теперь уже вы не просто мусор, как там Клинтон говорила о республиканцах, а это просто фашисты, фанатики, расисты, нативисты, либертарианцы, либертарианцев тоже кучу отнесены. И речь идет не о каких-нибудь маргиналах, а речь идет о людях, которые просто голосовали за Трампа. Просто. Которые вообще ничего в своей жизни, они ходят на работу, они занимаются своими делами, они хорошие специалисты, они никогда вообще в политику, они просто голосовали за Трампа, потому что этот Рыжий им нравился, потому что они считали, что он сделает Америку действительно великой и не видели, как Америка становится великой. И теперь это преступление, которое приравнивается к преступлениям террористов Аль-Каиды, и это говорят не какие-нибудь маргиналы, не какой-нибудь Аказио Кортес или Рашид Лаев, или какой-нибудь сумасшедший из Антифы и Белем. Это говорит бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, который сейчас получает рычаги власти. И бывший директор ФБР Джеймс Коми, ну да, как без него, четко обозначил цель зачистки. Республиканскую партию необходимо сжечь или изменить, заявил он газете The Guardian. По его мнению, люди будут просто счастливы согласиться с этим. Ну, конечно, кто не хочет быть сожженным или измененным? Кто захочет быть частью организации, продолжал Коми, которая по своей сути построена на лжи, расизме и незнании? Это просто нездоровая политическая организация. Ну, все как у Сталина, да? Зачем нам нужны какие-то еще партии, когда есть коммунистическая партия? Если есть коммунистическая партия Америки, да, демократическая, во главе с Харрис и по луживым Байденам, то все остальные партии просто не нужны. Это же просто нездоровые изменения. Это все очень страшно. И мы, израильтяне, смотрим на это с ужасом просто, на то, что происходит у вас. Но, к сожалению, для нас эта проблема уже не только американская. То есть мы уже не можем смотреть на это как бы с высокого дерева издалека. Потому что благодаря председателю партии «Новая надежда» у нас такая возникла, Гедону Сару, перебежчику из Ликуда, который теперь стал последней надеждой левых по проекту сбрасывания Натаньяу, как бы убиранию его от власти. Так вот, Гедон Сар, он импортировал в Израиль организаторов и инициаторов этой зачистки. Стало известно из сообщений в СМИ, что Сар нанял четырех основателей проекта «Линкольн», который как бы стал инициатором всей этой большой зачистки, для ведения своей кампании против премьер-министра Натаньяу и Ликуда в преддверии мартовских выборов. То есть, демократы прислали своему протеже Сару этих самых четырех коней апокалипсиса, всадников, которые, значит, поучаствовали там в свержении Трампа и в гораздо большей мере делегитимации Трампа и всех его сторонников, всех 75 миллионов американцев. А теперь они здесь будут заниматься делегитимацией Натаньяу и всех сторонников Натаньяу. Проектом «Линкольн» руководят бывшие республиканцы, которые посвятили последние четыре года своей жизни работе на демократов. И они чем занимались? Они демонизировали Трампа, республиканцев и избирателей республиканцев. Просто, так сказать, это не был вопрос как бы критики здоровья. Это была демонизация, делегитимация, расчеловечивание, дегуманизация, да, как Гитлер в свое время делал против евреев перед тем, как их начали сжигать в лагере. На выборах 2020 года их усилия увенчались очень незначительным успехом. Трамп увеличил количество голосов своих сторонников на 11 миллионов по сравнению с 2016 годом, понимаете, да? То есть в 2016 году, когда он победил Клинтон, он получил на 11 миллионов меньше голосов, чем сейчас. То есть вся работа под делегитимацией Трампа на нормальных американцев в общем-то не сработала. Трамп не проиграл, потому что республиканцы перестали его поддерживать. Да? Он проиграл по каким-то другим причинам. Ну, если мы не будем говорить о фальсификациях, просто скажем, окей, ну мы не знаем, что там было, то получается, что демократы очень сильно увеличили свою избирательную базу. Но работа проекта Линкольна была настолько неудачной, что конгрессменша Александрия Акасия Кортес даже потребовала от них вернуть оставшиеся средства. Она человек простой, да? Она же, кто там, она была буфетчица, да? Она говорит, что, мы им дали денег, они не справились, пусть вернут, донорам-демократам, нам, как бы, нам еще пригодятся эти деньги. Но после провала на выборах проект Линкольна стал самостоятельной структурой. И, к слову, когда в свое время вот эта Акасия Кортес, кухарка, которая дорвалась до урокчугов, она заявила, что демократы должны создать базу данных чиновников администрации Трампа, чтобы подготовить черный список, ее, конечно, судили как тоталитарист. Типа, ну как так можно? Но когда бывшие республиканцы из проекта Линкольн сообщили, что составляют такой список, они это открыто сообщили в твиттере своем. Это заявление прошло вообще без протеста. Да, ситуация в Америке изменилась. Теперь это в порядке вещей. И проект Линкольна стал первым в создании черных списков и зачистки всех и вся от адвокатов Трампа, да, мы об этом говорили, до отелей и мест отдыха, которые обслуживали сторонников Трампа, собравшихся в Вашингтоне 6 января. И теперь проект Линкольна добивается тотальной зачистки всех от председателя избирательной комиссии в Джорджии до лидера республиканского меньшинства в палате представителей Кевина Маккарта. То есть они вошли во вкус. Давайте теперь всех республиканцев, однопартийность в Америке вводить. Мы их просто выкинем, делегитимизируем, дегуманизируем, расчеловечим. В течение 4 лет израильтяне с изумлением наблюдали вот это все невероятное сходство между упорными усилиями израильских левых в партнерстве со средствами массовой информации и юридической кликой нашей по уничтожению премьер-министра Натаньяла и абсолютно идентичными усилиями их американских коллег по уничтожению Дональда Трампа. И вот теперь решение Сара включить инициаторов великой чистки в Америке, вот этой зачистки, которая ставит под угрозу демократический порядок самой могущественной демократии на Земле, вставить ее в политическую круговерть Израиля, это всталит нам, конечно, ужасно, очень плохое будущее. То есть то, что Сар как бы вышел из Ликуда, окей, я считаю, что это был неверный шаг, но он имеет право. То, что Сар баллотируется на выборах и хочет стать альтернативой Ликуду, я считаю, что это неверно, но он имеет право. Но когда он берет этих людей и привозит их сюда, людей, которые занимаются там в Америке сейчас делегитимацией Трампа и всех его избирателей, и всех 75 миллионов, и они собираются сделать это здесь, в Израиле, то эта ситуация страшная, американская. Я как бы чувствую, как она приходит к нам сюда, у меня волосы дыдом становятся. И это говорит нам что-то очень крайне тревожное, кстати. Я сейчас обращаюсь к израильтянам, как бы, в первую очередь. То, что Сар привез сюда этих всадников Апокалипсиса, которые уничтожают американскую демократию сейчас там, в Америке. И он привез их сюда в качестве своих советников. Это говорит что-то очень ужасное и тревожное относительно того, в каком направлении Сар может повести страну, если его компания по назначению следующего премьер-министра увенчается успехом. Так что, ребята, давайте забудем все эти определения правые, левые. Не важно теперь уже сейчас. Сар никогда не считался левым. И даже сейчас, когда он ушел от Натаньяу и фактически строит себе коалицию вместе с левыми, включая арабские партии, отрицающие право израильное существование или бирманам, то есть самыми париями израильской политики, он как бы все еще говорит, что он правый. Но дело же не в том, что он говорит, а дело в том, что он делает. И делает он страшную вещь. Он привез нам сюда вот этих самых кровожадных людоедов, которые просто хотят уничтожить нашу демократию, как они сейчас уничтожают и крушат демократию в Америке. Так что, люди, будьте бдительны. Мы обязательно примем ваши звонки. Кстати, вот уже один появился. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Александр, вот вы сейчас рассказываете про то, что демократы везде обвиняют республиканцев, что они угроза демократии. А республиканцы вроде бы говорят, что это не мы, угроза демократии. А на мой взгляд, у нас уже не демократическая система. У нас постдемократическая. После всех этих фальсификаций и того, что сейчас происходит, разве можно назвать эту систему демократической? Это у меня первый вопрос. Второе, значит, насчет Сара. Мне кажется, его просто используют. Он не понимает это, что они его используют для того, чтобы сейчас невозможно, невозможно предвить результат, что израильский народ выберет левого. Поэтому они его сейчас используют, потом они его уберут и поставят левого. То есть он ведет себя, как бы даже видя то, что произошло с нашим Трампом, ведет себя как неразумное дитя. Вот ваше мнение. Спасибо. Ну, во-первых, по поводу американской демократии формально пока что мы действительно говорим о том, что Америка остается демократическим государством, но все, что происходит сейчас, действительно ставит серьезный вопрос о том, можно ли дальше называть это демократию, или это уже больше похоже на Ост-Азию, Океанию, Советский Союз или Китай. Что касается Израиля, я не думаю, что Гидон Сар, политик, который много лет в политике, он глупее нас с вами. Я думаю, что он все прекрасно понимает. Другое дело, что эти люди иногда делают не то, что они хотят или как бы не то, что они хотели бы, просто потому, что они не являются самостоятельными персонажами. Вы думаете, Либерман хотел, так сказать, делать то, что он хотел делать? И только из-за того, что так ненавидел Натаниэл? Думаю, что нет. Думаю, что были люди, которые говорили ему, что делать. И почему он зависит от этих людей, это уже другой вопрос. Возможно, мы однажды об этом узнаем. Что же касается и Сары, и примкнувшего к нему Элькина, и еще достаточно большое количество людей, которые ушли из Ликуда сейчас и прилинули к Сару и участвуют в этом совершенно фантастическом, чудовищном проекте привлечения вот этих вот ужасных людей из проекта Линкольн в Израиль через партию Гидуа Нассара, якобы правую, а по сути дела даже не левую, а просто несущую нам тот ужас, который вот сейчас разворачивается в Америке. Спасибо. Давайте примем еще звонок. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Александр, в прошлый раз вы рассказывали нам про Шелдон Эндельштейна. Вот я хотела спросить, будет ли продолжать выходить эта газета теперь после его смерти, его газета, и еще, если она будет выходить, можно ли хотя бы на время до выборов выпускать на арабском и на русском языке варианты этой газеты, чтобы донести правду не только для ивритоговорящих, но и для всех, так сказать, всем открыть глаза, что и что. Спасибо большое. Ну, что касается газеты, газета пока выходит, и я пока не слышал о том, что собираются закрывать. Обычно у людей типа Шелдона Эдельсона существует что-то вроде фонда, и в завещании прописывается, что этот фонд получает такую-то сумму. Иногда бывает так, что есть некая огромная сумма, которая лежит в банковстве, как бы на счету или крутится, а доходы с этой суммы идут на покрытие разных благотворительных расходов. То есть есть фонд, который работает даже после смерти благотворителя. Как это будет организовано с газетой, я не знаю. Теперь, что касается переводов, вы понимаете, люди, которые способны воспринимать что-то в Израиле, читают и на иврите тоже. И это касается как русскоязычной публики, так и арабоязычной. Те, кто живут, допустим, русскоязычная публика, которая не читает и не слушает и не вредит, и живет глубоко только внутри русскоязычной информационной среды, полностью отданной на откуп Либерману, их не так много. И эти люди, их уже, так сказать, вот знаете, есть такая пословица, не хочу говорить ее, что их может исправить. Вот, вряд ли что-то может на них еще повлиять, ну, кроме, может быть, собственных детей, которые могут просто плести, встряхнуть их, сказать, хватит делать глупости, давайте делать то, что мы вам скажем, если дети могут на них повлиять. Что касается арабского общества, там действительно идут очень сложные процессы, и Натаньяу действительно обратился к арабскому обществу и сказал, ребят, вас почти 2 миллиона человек, неужели вы дальше хотите отдавать свои голоса вот этим людям в Кнессете, которые, все, что они хотят, это просто уничтожить наше общее государство. Да, наше государство еврейское, да, оно прописано как еврейское государство, но вы здесь полноправные граждане, нет ни одной должности, которую вы не можете занять, нет ни одной позиции, которую вы не можете достигнуть. Более того, у нас глава банка, одного из крупнейших банков Израиля, он араб. У нас послы и представители политической элиты есть арабы. У нас есть арабы в армии, есть арабы на всех уровнях, как бы научных работ, в медицине огромное количество арабов. Зачем вам нужны люди, которые построили свою политическую карьеру только на отрицании государства Израиля? Выбирайте нормальных политиков, которые займутся вашими проблемами, преступностью в ваших деревнях и городах, увеличением вашего благосостояния, работая с детьми, чтобы они вырастали, больше тянулись к знаниям. То, что Натаньяу сейчас объясняет, насколько это сработает в его пользу, трудно сказать. Может быть, он сумеет получить из арабского сектора пару мандатов, которые перевернут как бы весь исход выбор. Может быть, наоборот, он сейчас, по сути дела, уничтожает вот эту самую, как бы, такую вот каменную стену, делегитимацию, сотрудничество с арабскими партиями. Потому что, что сделают левые? ИСАР. Они скажут, ну, Натанья уже сам обращался к арабам, поэтому мы можем вполне построить коалицию вместе с арабскими партиями. Натанья на самом деле постоянно подчеркивает, я обращаюсь к арабскому населению, но никак не к тем партиям, которые поддерживают террор и отрицают право израильного существования. Они в моих глазах нелегитимны. Но люди, которые живут в стране, они в моих глазах, конечно же, легитимны. Я просто прошу их, обращаюсь к ним, чтобы они голосовали не за этих негодяев и сторонников террора, а за нормальные партии, например, за меня и за партию Лику. Сработает это или нет? Или наоборот, это бумерангом к нему вернется, и они построят коалицию с арабскими партиями и скажут, ну, если даже Натанья у сотрудничал с арабами, нам тем более можно. Посмотрим. В марте мы все это узнаем. Да, интересно, конечно, будет посмотреть, но пока у нас нет звонков. Александр, может, есть какие-нибудь хорошие новости из Израиля, скажем так? Давайте поделитесь. Я попробую их рассказать. Я надеюсь, что время у нас хватит на это. Ну, во-первых, одна хорошая новость стала как бы новой статистической данной о количестве еврейских жителей в Иудее, Самарии и Агданской долине. И теперь мы знаем, что речь идет почти о полмиллионе человек, точнее 476 тысяч. Евреев живут в Иудее, Самарии, Агданской долине и в 150 населенных пунктах. 476 тысяч – это уже не хухры-мухры, это почти столько, сколько было евреев, когда только создавалось государство Израиль на территории страны. И если мы посмотрим на график изменения количества населения, мы увидим, что вот эти 4 сказочных года великого президента Трампа, они не были использованы Израилем так, как стоило их использовать. То есть заселять Иудею, Самарию активно. Нет, не были, к сожалению. Ну, что уж тут говорить. Во-первых, время ушло. Во-вторых, сами лидеры Совета Поселений, то есть лидеры вот этой самой как бы союза поселенческих населенных пунктов, некоторые, они в своей слепоте были слишком заняты. Вместо того, чтобы развиваться и строиться, они бегали и убеждали нас, что план Трампа плохой, что Трамп ненавистник Израиля. Это было ужасно. Вот этот Давид Алихаяни, глава Совета Поселений, который сейчас убежал к СААРу, кстати. То есть это все объясняет, наверное. Но он летом, когда речь шла о том, что вот может быть будет суверенизация в Иудее и Самарии, он кричал, что план Трампа ужасен, что Трамп ненавидит Израиль и бегал в Америку и убеждал еврейские круги и круги евангелистов, что они, мол, сказали, не надо это все делать. Это ужасно совершенно. Это такая была подножка Израилю. Но тем не менее, вот мы смотрим на статистику, я сказал, 476 тысяч человек живет в Иудее и Самарии Иорданской долине. Но это еще не все. Из них к слову, 36% это религиозные сионисты, да, вязаные типы, как мы говорим. 36% это ультра-ортодоксы. Да, многие считают, что Харидим живут только в Бнебраке, допустим, вот под Тель-Авивом и в Меашарим, в Иерусалиме. На самом деле, 36% населения, поселенцев это Харидим. Ребята, многие об этом не знают. И 28% это светские кубрики. 43% поселенцев живут в крупных городах. Крупные города это Мадийный лит, кстати, Харидимный город. Бейтар-элит, тоже Харидимный город. Мале-Адумим, город как бы смешанного населения. Бетель, город вязаных тип. И Ариэль. Ариэль тоже город самый, так сказать, самый светский, пожалуй, из них. И потенциал к росту, развитию, он колоссален. А на самом деле, теперь что происходит? Когда мы говорим про Иудею и Самарию, как бы мы говорим только про те области, которые вот как бы сейчас не являются частью, полностью частью Израиля, на которые мы хотели распространить суверенитет. Но есть еще кварталы Иерусалима, на которые Израиль распространил суверенитет сразу же, в 67-м году еще. А потом еще в 80-е годы был принят закон Ликудам о том, что Иерусалим единый не делим, и все территории Иерусалима как бы суверенная часть Израиля. То есть суверенизация уже тогда была. Так вот, если мы прибавим еще эти кварталы, там еще 350 тысяч евреев живет. В Иерусалиме, как бы за пределами зеленой черты, так называемой. Таким образом, общее количество поселенцев сегодня, даже не 476 тысяч, а 850 тысяч, почти миллион. Мы очень близки к нашему первому миллиону евреев в центральных районах страны. И почему это хорошо? Почему это наполняет нас радостью и оптимизмом? Потому что, если бы не было этой жизни в Иудее и Самарии, на холмах Иудеи и Самарии, то не стало бы жизни и под холмами, на прибрежной равнине, там, где Тель-Авив, и там, где большая часть городов Израиля. Потому что на этих холмах там все просматривается, все простреливается. К сожалению, опять эти слова становятся актуальными сейчас для нас, потому что опять в Америке пришли к власти люди, которые хотят заставить нас уйти из этих районов. А мы-то с вами знаем, что если не евреи будут в этих районах, там будут террористы. А если террористы будут в этих районах, то любая улица в Тель-Авиве будет простреливаться из легкого стрякового оружия с этих самых холмов. Потому что мы не Америка, мы очень маленькое государство. Но это вот была одна хорошая новость. Если у нас есть время, я хочу рассказать еще про одну хорошую новость. Или есть у нас вопросы какие-то? А вы знаете, у нас все линии горят. Я просто хотел дать вам возможность донести до нас хорошие новости. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий. Добрый день, Александр. Вы все время говорите об этой теме уже много раз про Сара. Сара вчера открывает Джерусалый пост, но я уж точно бы в жизни не поверил. Бени Бегин, сын Минахима Бегина. Очень правый человек. Я знаю, что он никогда не хотел быть в политике, но он пошел все-таки. Как он мог присоединиться к Саре? Вы можете объяснить, это для меня не доходит вообще. Вы понимаете? Не говоришь, кто его отец был и кем он сам был? Я могу объяснить дело в том, что, вы знаете, есть такая пословица «природа отдыхает на детях». Очень многие ругали Натаньяу, что когда он начал изменять Ликут, он повыкидывал оттуда так называемых принцев, то есть детей, выдающихся политиков и людей, которые стояли у истоков Израиля. Это был и сын Бегина, и сын Меридора, и сын Мило. То есть все вот эти люди, которые попали в Ликут на высшие позиции просто потому, что они были сын кого-то, сын одного из создателей как бы этой страны. Эти люди были абсолютно неспособны к политике, абсолютно неправы. То есть, почему вы говорите, что Бенни Бегин правый человек? Потому что он сын великого Бегина. Но кто вам сказал, что он правый человек? Когда мы смотрим, например, за что он был за? Он был против закона о национальном характере государства Израиля. Он был против закона, который должен был урегулировать, как бы, дать легитимацию новым молодым поселениям в Иудеи-Самари. За что он был за, например? Он был за то, чтобы Израиль принял вот этих самых нелегальных инфильтрантов из Африки, которые проникают в Израиль. И Натаниэл боролся с этим и потихонечку их выдавливал в разные африканские страны обратно, потому что нам не нужны эти инфильтранты. У нас мононациональное государство, нам не нужны эти нелегалы, которые пришлепали к нам, пока мы не создали стену на границе с Египтом. Так вот, Бенни Бегин был очень против этого. Поэтому, когда мы говорим, что он очень правый, это некая такая вот как бы случайно нам застряла в голове, что папа у него был великий Бегин, но он-то сам, он совсем неправый человек. И, возможно, люди меняются, возможно, когда-то он казался нам правым. Но последние как бы его позиции по всем вопросам, по закону о национальном государстве, по закону о инфильтрантах, по закону о поселениях, это был абсолютно левый человек. Теперь посмотрим, кто его сын. Его сын Авинадав Бегин это ультралевый анархист. То есть он настолько лев, что даже самые крайние левые партии для него они как бы правы. Он анархист, и он левее всех левых партий в Израиле. И у него, когда родился сын, он его назвал арабским именем, чтобы подчеркнуть как бы вот дружбу народов. Но хорошо, вот мы говорим о том, что арабы и евреи должны дружить замечательно. Но дружба народов в понимании вот этого самого Авинадава Бегина заключается в том, что он, например, участвовал в акциях против израильских солдат, бегал, пидать в них камни, бросал камни, как все остальные анархисты. То есть это такая дружба очень сомнительная. Это дружба не евреи и арабы вместе в Израиле, а это арабы вместо Израиля. И если у вас такой сын и у вас такой внук, вы, разумеется, не несете за это ответственность. Но это что-то говорит о внутренней атмосфере в семье. Поэтому, когда я услышал, что Бенни Бегин вошел в команду Сара, то, опять же, пазл складывается вместе. Вся эта мозаика складывается в одно. И Гидон Сар, и Элькин, и Бенни Бегин люди как бы правы. Но вот мы смотрим на Бегина и понимаем, что никакой он не прав. Мы смотрим на тех людей, которых они привезли из Америки. Проект Линкольна, который занимается сокрушением американской демократии. И понимаем, что там правизной не пахнет. Декларации могут быть любыми. Они могут говорить как Либерман в свое время. Либерман вообще выходил на трибуну и видел, я порву арабов. И его, так сказать, его паства правда уписывалось, извините за выражение, от восторга, как им нравилось, что он говорил. Но Либерман действительно что-то такое делал. Нет. Он оказался левым человеком. Он оказался готов с партиями, которые поддерживают арабский террор, войти в общую коалицию, чтобы сбросить на Таньял. И, судя по всему, Сар и все люди, которые к нему примкнули, точно такие же. Ими движет. У кого-то ненависть к Таньялу, у кого-то кто-то полезный идиот, у кого-то держатся одно место крепко и требуют, чтобы они делали то, что они делали. В любом случае, это, может быть, мы когда-нибудь узнаем о подоплеках и причинах. Но сейчас мы просто понимаем, что это те люди, которые хотят зла для государства Израиля. Поэтому, конечно, поддерживать их, на мой взгляд, ни в коем случае не следует. Спасибо за ответ. Давайте примем следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире. Алло, здравствуйте. Не кажется ли вам, считать наивно то, что после полной победы в Америке левые оставят Израиль в том понимании, как это мы видели последние 70 с чем-то лет? Спасибо. Ну, во-первых, конечно же, не оставят. Конечно же, они будут пытаться это уничтожить наше государство. Они его ненавидят. Они открыто ненавидят. В первую очередь, кстати, они доберутся до евреев Америки, поддерживающих Израиль, а потом уже до нас. Но это не значит, что Израиль не должен сопротивляться. И действительно, сейчас, когда у власти Байден и его банда, конечно же, для Израиля особенно важно, чтобы в голове стоял такой человек, как Натаньяо, который сможет минимизировать потери от ударов, уходить от ударов, уворачиваться, как уворачивался от Обамы. Все стало намного хуже. То есть, по сравнению с той командой, которая пришла сейчас с Байденом, как бы и с той ситуацией в Демократической партии и вообще в Америке, ситуация, которая была при Обаме, она была намного лучше. Это была просто, так сказать, легкая прогулка. Вот сейчас будет действительно очень тяжелая ситуация. Действительно, левые сейчас привожат все усилия, чтобы свалить Натаньяо, чтобы здесь был какой-нибудь Йесмен, который будет делать то, что ему скажут Байден и его банда. Но я очень надеюсь, что израильтяне сумеют удержать Натаньяо. И Натаньяо, сумев удержаться, сумеет, как бы амортизировать этот удар. Я не знаю, сколько нам придется простоять и продержаться. Может быть, четыре года, а может быть, восемь лет, а может быть, даже больше. Но, видите, Израиль изначально был создан в жерле вулкана. Поэтому нам не привыкать защищать себя. И я очень надеюсь, что он не дойдет до того, что нам придется защищать себя с оружием в руках. Но если дойдет до этого, то и к этому мы готовы. Да, интересная, конечно, ситуация. Итак, Александр, у нас есть буквально пару минут для вашего заключительного слова. Прошу вас. Ну, давайте все-таки опять же вернемся к хорошим вещам. Тем более, что есть еще хорошие новости из Израиля. Израиле на самом деле случилось историческое событие, которое забыли сообщить об этом все наши левые СМИ. Тем не менее, в казну наконец потекли деньги от компаний, которые добывают и продают наш газ. Дело в том, что Израиль несколько лет назад стал разрабатывать газ в приморском шельсте. Газа оказалось очень много. И были выданы франшизы компаниям, которым сказали, давайте ищите, находите, начинайте продавать. Первые годы вы будете отбивать свои вложенные деньги, но пройдет какое-то время и начнете вносить в казну государство денежки. И вот первое из таких больших проектов из месторождения Тамар деньги потекли на конец 1 января в казну государства Израиля. Речь идет о миллиарде шекелей в год пока, но это маленькие деньги. Большие деньги начнутся, когда из газового насторождения Левиатан пойдут деньги. И оттуда уже там пойдет речь о сотнях миллиардов шекелей в год. И создан на самом деле в Израиле специальный фонд, так называемый фонд благосостояния Кернаоши, который будет брать эти деньги, приходящие в казну, как бы дармовые деньги, которые из воздуха приходят и в большую часть этих денег будет направляться на международном уровне финансирование в инвестиции зарубежные страны. Для чего? Потому что это повышает силу Израиля. Знаете, как у норвежцев есть такой инвестиционный фонд, и они этим инвестиционным фондом фактически могут диктовать политику многих стран, потому что они говорят, а мы у вас заберем наши деньги, а речь идет о десятках или сотнях миллиардов. И страны делают то, что норвежцы от них требуют. Так вот, Израиль создает такой же фонд, который тоже сможет немножко, возможно, улучшать позиции Израиля, может быть, и немножко, на международной арене за счет этих дармовых фактически денег, которые приходят в казну Израиля, и вот они начали поступать наконец с этого января, с этого месяца. И наши левые, на самом деле, костни ложились, чтобы этот газ оставался в море, точнее, под морским дном, чтобы никто его не мог добывать. Натаньял пробивал это просто как через, я не знаю, как бой настоящий вел, потому что левым было совершенно понятно, что если Натаньял добьется такого проекта, Израиль будет сильным, Израиль будет независимым, и никто не сможет ему диктовать, свою волю. Левым израильским это не нравится, поэтому они хотели, чтобы газ не продавался, чтобы у Израиля не было этого рычага и денег этих нет. Натаньял сумел пробить, несмотря на запреты Верховного суда, что там, я вам не буду рассказать, что там было, все прошло, все проехало, и теперь эти деньги начинают поступать, и Израиль начинает богатеть, как бы раздуваться за счет газа, который мы продаем, и действительно, это огромное событие, это очень важное событие, и, конечно же, наши СМИ об этом умалчивают, потому что, ну как же, не могут же они сказать перед выборами, что Натаньял такой молодец. Они этого не скажут, мы вам скажем. В нашей волне, Тикаго, вы это все можете узнать. Поэтому вот вы теперь узнали. Замечательно, спасибо. Вот на этой позитивной ноте, я даже не хочу ее портить, поэтому я вам желаю здоровья, удачи и творческих успехов, и до встречи в следующем эфире. Спасибо большое, Александр. Спасибо, и так победим. Да, обязательно. Спасибо. 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 Спасибо.